мембрана мышечной клетки поляризована она снаружи имеет плюс а изнутри она имеет минус когда нервное волокно дает импульс так называемый потенциал действия то на определенном участке меняется полярность мембраны это называется раздражимость или возбудимость потом этот процесс запускается вот так по всей мембране и вот так последовательно меняется полярность этой мембраны это есть явление которое называется проводимость в результате изменения полярности мембраны существ осуществляется какая-то функция какая-то работа мышца укорачивается поэтому если мы говорим о свойствах мышцы то мы говорим о том что она возбудима на нее можно воздействовать она возбудима она возбуждается она проводима потому что импульс может проводиться по ней и она сократима потому что в результате она сокращается возбудимых тканей сразу же скажем у нас три это нервная мышечная и железистые железистые железы они возбудимы проводимых тканей у нас две это нервные мышечные а сократимых тканей у нас одна это мышечная когда мы воздействуем магнитом вы видите как идут его от плюса к минусу электромагнитное поле когда мы воздействуем магнитом то мы кратковременно нарушаем полярность мембраны этим самым нарушается ее возбудимость поэтому если мы мышцы приложим минус магнита то мы кратковременно нарушим полярность мембраны и тем самым нарушим ее возбудимость им она нам покажет в рефлексе гипорефлекс мы что это биофизика и это магнит физический нормальная мышца до снижение тонуса а вот мышца в гипертонии снижение тонуса не даст минус магнита дает деполяризацию мембраны и возбудимость этой мембраны уже невозможно кратковременно когда мы даем плюс мы тем самым усиливаем полярность если на этом уровне мышца может восстановить тонус значит нарушение там локальные понимаете поэтому мы с вами пользуемся физическим магнитом и этим магнитом можно осуществлять любую терапевтическую локализацию и провокацию друзья вы на канале прикладная кинезиология опыка для того чтобы всегда быть в курсе наших новых видео нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал не забывайте нажимать колокольчик ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть что интересного есть по прикладной кинезиологии прикладная кинезиология опыка все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста